итак наконец-то все слесарно-сварочные работы по сборке станка или стойки для болгарки как его называют закончены сейчас попробуем сделать пробный рез честно скажу еще ни разу не включал не резал вот только закончил прижимное устройство делать давайте попробуем сделать под прямым углом рез ну а потом я более детально что запомнить покажу и так стойка собрана для болгарки под 230 диск в данном случае это макита 230 диском давайте попробуем в качестве пробного возьмем вот такой угол 30 профильную трубу 30 на 30 и затрацуем и сделаем ровно через 90 градусов планку прижимную под 90 я уже выставил вот осталось просто сделать рез сейчас я воткнул в розетку она сразу включится не пугайтесь здесь кнопка без фиксации поэтому банально сейчас кнопку затянул стяжкой ну а на будущее наверно надо будет заморочиться найти кнопку с фиксацией или сделать здесь это на корпусе какую-то клавишу для включения самого станка ну что с богом пробуем проверю затяжку диска все в порядке ну и богом а 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 это у нас обрезок берем деталь и как все испытатели своих стоек проверяем и его при помощи прямого угла не знаю на чем показать Давайте сначала сам посмотрю, может вдруг показывать нельзя такое чудо. Так, ну, не знаю, как на камеру показать. Угол действительно прямой и он действительно есть по всем четырем граням. Ну, тут облой надо снять, вот. Потому что при перпендикулярном резе на одной грани получается облой. Так, угол идеальный. Давайте попробуем сделать сложную, сложный рез, это угол под 45 градусов. Дополнительный упор идем. Здесь надо прослабить крепление, выставить угол 45 градусов. Давно хотел сделать такой станок. Мой станок, честно говоря, получился у меня в долгострой. Я его начал еще в позапрошлом году или в прошлом осенью. Вот он у меня лежал очень долго, пока у меня дошли руки до него. Скажем так, не только руки, а желание и вдохновение. Значит, угол 45. Так, сейчас надо ограничительную планку отвести, чтобы добраться до... Давайте еще отведем прижимное. Зажимаем. Зажимаем. На будущее, наверное, вот этот ключик трубный надо будет немножко укоротить. Двусторонний, там размер 13 и 12. С одной стороны надо 12 нахер отрезать. Сделать ключ короче. Так, выставили 45 градусов. Берем эту же заготовку. Это у нас будет такой подопытный экземпляр. В принципе, можно было ближе выставить. Ну ладно. Сейчас это не смертельно. Подводим упорную планку. Это, в общем-то, планка не обязательно. Но я посмотрел несколько роликов у авторов назначения этой штуки. Мне понравилось. Я сделал ее. Так, выставили угол 45. Зажали заготовку. Проверяем рез под 45 градусов. Так, поехали. Будь богом. Так, это отрезанная деталь, это остаток. Теперь давайте как-то не знаю, как показать. Как и куда его приложить, чтобы показать 45 градусов. А, стоп. Это надо вот так сделать. Во. Идеально входится. И можем вложить в прямой угол. Я не знаю, видно это в камере, не видно. Я не вижу, просто попадает ли это в кадр. Сейчас я посмотрю. Так, ну если попадает наша болгарка, то напротив болгарки я дворки приложу. Да, вот сходится. Идеальный прямой угол. Два реза под 45 сходится. Просто сказка. Да, это, конечно, не ручной рез, потому что, когда режешь вручную, приходится вот эти все резы отмечать, каждую сторону расчерчивать вручную и делать 4 реза, чтобы получить вот такой отрез. Значит, сам станок не представляет из себя ничего особенного. То есть я за основу взял, пересмотрел авторских видеороликов, там, десятка три. Вот, отобрал те, что мне нравится. С каждого взял что-то одно, или что-то, ну, или больше, чем одно. Что-то свое добавил, что-то чуть-чуть изменил. И, в общем, получился у меня вот такой станок. Значит, давайте сделаем так. Я разберу его, чтобы не показывать вот такое вот бензиновое военное безумный макс, голое железо. Я все это разберу. Тем более, все равно я планировал это все покрасить. Значит, прогоню это все через свою малярку, ручную. Когда все покрасится, и все соберется назад, мы снимем обзорный видеоролик по этому станку, как он устроен. Я покажу свои решения, что я сделал, почему сделал, почему сделал так. Может быть, какие-то базовые размеры покажу. То, что, как правило, интересует людей, которые пытаются что-то повторить подобное. Потому что, я помню себя, когда я посмотрел несколько видеороликов, первый вопрос был, а какие у этого всего размеры. Хорошо. Значит, тогда впереди малярная работа, и потом полноценный видеоролик, обзор этой пивы. Итак, приветствую всех на своем канале. Хочу поделиться опытом изготовления отрезного станка. Ну, или, как его называют, торцовочный станок. В общем, стойкой для болгарки, для того, чтобы красиво и ровно резать металл. Будь то угольник, будь то профильная труба, неважно что. Значит, путь мой был длинный. Скажем так, от первой идеи, что мне нужен такой станок до первого реза прошло почти два года. Не от того, что я два года каждый день вкалывал и делал этот станок. Станок делался к какому-то моменту, я успел. Впереди у меня большая работа. Это лестница из царая в лодочный гараж, лестница из царая в погреб. Я надеюсь, вы эти все работы увидите при желании. Они будут опубликованы на моем канале. Ну а сейчас об отрезном станке. Когда работаешь с металлом, неважно, делаешь ты калитку в заборе или делаешь ты скамейку красивую или еще что-то, ты режешь угол, стальной угол или профильную трубу и скажем так, не всегда она должна быть отрезана под прямым углом. Очень часто приходится резать угол 45 градусов и другие углы всякие разные, там больше, меньше. И каждый раз размечая профильную трубу по четырем сторонам при помощи линейки и чертилки или там маркера и делая четыре реза, думаешь, вот хорошо бы, если бы был станок, на котором выставил угол и сделал одним движением сплошной рез. Да, это удобно. Я пересмотрел массу роликов в ютубе по поисковому слову стойка для болгарки, отрезной станок из болгарки и так далее. Ну, наверное, 90% всего материала это был шлак. Это было а-ля срала-мазала или как нельзя делать отрезной станок. Правда, мусора в ютубе масса. Может быть, кому-то и мой станок покажется мусором. Спорить не буду. Значит, у себя на канале я сделал плейлист отрезной станок. Туда складывал видеоролики, все, которые я находил и считал нужным туда положить. Только два ролика вошли, скажем так, в мою конструкцию. Один больше, один меньше. С одного было одно взаимствовано, с другого совсем другое. Что-то добавил свое, сделал так, как хотелось. И, в общем-то, вот родился такой станок. Помня себя, когда я искал ролики, первое, что у меня, первый вопрос, который я задавал себе, когда автор показывает изделие, а какие же размеры, ну, скажем, для начала основания, от чего-то же надо оттолкнуться. Поэтому, чтобы я не был таким лохом, которому тоже задают эти вопросы, давайте начнем с размеров. Итак, ширина основания моего станка 141 сантиметр. Глубина его 56. Почему 56-41, честно скажу, просто на глазу. Мне показалось, что это будет достаточно устойчиво и не сильно габаритно, и по весу не сильно тяжело. Ну, на практике я вам скажу, чем вот это основание больше, тем стабильнее система. Поэтому, не жлобитесь, пожалуйста, делайте основание большим. Значит, в основу моего основания, давайте я, наверное, отстегну сначала удлинители, потому что они нам мешают. Сейчас. в основу моего основания лег 50-й угол. у меня была была рамка сеткой рабицей натянутая, стояла там в огороде непонятно для чего. Я посчитал, что она не нужна, разобрал ее. Вот, и когда дело дошло до изготовления рамы, я увидел, что там 50-й угол, полка 50, и толщина полки есть угол четверка, а это пятерка. Вот, чем массивнее, тем тяжелее основание, тем лучше. Значит, если вы делаете станок без вот этих расширителей, которые я, я сейчас покажу, что это такое, то, честно говоря, скажем так, пофиг, как вы его сварите. Он может быть даже не совсем прямоугольный. Вот, но если делаете с расширителями, то нужна четкая параллельность вот этих двух труб добавленных, дабы вся эта система скользила, ездила и, скажем так, все это работало. Уделите особое внимание плоскости, вот этой рабочей плоскости. Все вот эти вот элементы, все, должны быть в одной плоскости. Если вы этого не можете сделать, или не умеете, то не стоит даже заморачиваться. Потому что если станок будет кривой, то он будет криво резать. А нафига такой станок высокоточный, который криво режет? Станок должен быть ровным. Тогда он будет что-то делать ровно. Значит, у одного из авторов я позаимствовал вот эту идею расширения. Здесь добавлено приваренные две трубки 25 на 25, и в них вставляются две трубы 20 на 20. Сейчас покажу. Гляну, видно, не видно, да, видно. Значит, что расширитель этот дает? Во-первых, установка дополнительного упора. Когда отрезаемая деталь, вот диск проходит в этот паз, когда деталь отрезаемая, которая вот справа здесь, остается свободно, у нее есть шанс быть подхваченной диском, выброшенной вперед. Наличие вот этого упора избавляет нас от этого геморроя. Упор крепится одним болтом М8, внизу сделана такая гайка, которая не проворачивается. Вот этот упор вращается, так же, как, собственно говоря, и упорная планка. Упорная планка сделана тоже из угла 50 на 50, полка 5. Ну, можно, кстати, и щетерки делать. Тут таких больших нагрузок на нее нету, чтобы она не справилась. Ну, у меня был 50-й угол с полкой 5, я из него делал. Давайте покажу. Значит, она была покрашена и трошки прилипла. Ее надо освободить. вот она у нас вращается. Для того, чтобы она вращалась, значит, здесь сделано две точки крепления. Снизу подложена пластина, пятерка пластина, которая вот между этих, входит в пазах этих двух углов, и в нее варены две гайки. Два болта на 8. Все это рулится вот торцевым ключом. Здесь полукруглый пропил позволяет планку выставить под любым углом, мало того, в любом месте. Возвращаемся к упорной планке. Значит, упорная планка, кроме того, что ставится под любым углом, она еще ставится в любом месте. Она скользит по этому пазу. Паз между углами сделан 9 миллиметров, болты используются восьмерка, поэтому скользит достаточно легко, но у меня немножко притирает, потому что после покраски зазоры уменьшились. Ничего, лишняя краска сотрется, и все будет, может, не так красиво, но зато будет легко работать. Сейчас же свеже покрашенное изделие немножко затирает. Вот эти два угла приварены тоже полками наружу, внутри получается паз. Здесь вот входит этот болт дополнительный зажимной, который позволяет зажать под любым углом. Была идея вот здесь наварить фиксированный гаек для определенных углов, там, скажем, стандартный 90 градусов и 45. Но я не был уверен, в каком месте это надо сделать, потому что здесь приваривать гайки под 90 и 45 надо относительно какого-то определенного положения самого угла. Вот, то есть ставить его вот здесь, чтобы резал край диска, или, может быть, это двинуть сюда и резать здесь диском. Хрен его знает. Я, опыта у меня нет, поэтому я от этой идеи отказался. Сделал просто скользящую систему свободную. Вот, она скользит по всему пространству, от упора туда до упора сюда. Соответственно, также скользит вот этот дополнительный упорный уголок. И купил вот такой угольник. Это обычный китайский угольник. В моем варианте это фирма Ята из Эпицентра за 300 с чем-то гривен. Их полно на Алиэкспрессе, их полно во всех строительных магазинах. Это не проблема. чем хороший этот угольник, давайте покажу. Сейчас выдвинем упорный киски. Упорная. Вот, смотрите, когда ставим угольник, мы можем выставиться четко 90 градусов, если мы его развернем этой стороной. вот так. Мы можем выставить четко 45 градусов вот углом. Поэтому с фиксированными положениями я заморачиваться не стал. Скажем так, в работе будет ясно, в каком из мест это удобно делать. Может быть, тогда пожертвую покраской станка и доварю дополнительные гайки вот здесь, по этой полке, которые будут крепиться вот в эту продольную прорезь. давайте перейдем к стойке. Давайте я разверну немножко станок, чтобы было лучше видно саму стойку. Значит, стойка. Стойка выполнена тоже из уголка 50 на 50. Давайте развернемся. Сильнее станок развернем, чтобы сзади показать. Значит, это два угла сваренные. Здесь вставлено еще кусочек металла для того, чтобы обеспечить заданную ширину. и приварена на полоску 50-ю. Этот узел имеет крепление вот по бокам два болта по 8. Значит, в верхней части в самой стойке просверлено отверстие 8, в основании просверлено отверстие 10. Это сделано для того, чтобы при установке этого узла можно было выставить диск четко параллельно в щель, куда должен он нырять, чтобы он шел к отрезному краю параллельно, чтобы не под каким-то углом. Вот этот узел, если прослабить болты, он имеет какой-то степень свободы, вот так вот, и его можно в каком-то удобном положении, в нужном положении зафиксировать. при первичной установке самой болгарки на крепление особое внимание уделяем перпендикулярности самого диска к плоскости стола. Я проверяю в двух местах. Я проверяю прямой угол между диском и планкой крепления и проверяю прямой угол уже непосредственно на самом столе между плоскостью стола и самим диском. Так как все соединения болтовые здесь, здесь и здесь, ну, собственно, все соединения по всему инструменту, то все сделано с люфтами для того, чтобы можно было какие-то проводить регулировки. Ну, допустим, вот здесь крепление болта М8, отверстия посверлены сверлом 9,5. Поэтому саму станину можно разворачивать в некотором диапазоне и, соответственно, диск будет приходить в эту щель либо четко посередине, либо с каким-то углом. Это очень важно, потому что от качества установки самой болгарки зависит потом в дальнейшем точность реза и качество реза. вот и те, кто рассказывает, что вот снял болгарочку, руками попользовался и потом назад поставил, это все херня собачья. Когда вы заморочитесь и выставите болгарку под прямыми углами везде, хрен вам захочется ее снимать, чтобы потом трахаться опять второй раз устанавливать. Для работы руками просто нужно купить вторую болгарку и не париться. Так как я делал станок первый раз, мне не было понятно в каком месте надо, ну скажем, какая амплитуда хода, как он высоко должен подниматься и так далее. Я для себя принял такое положение, что когда диск в максимально глубоком положении ныряет, то есть отрезной диск ныряет до конца так, что редуктор ложится на стол, вот сейчас видно, мы имеем параллельное столу положение вот этой подвижной консоли, ну или ноги крепления. Исходя из этого, я определился с высотой вот и в нужном месте сделал прорезы, вставил кусок, скажем так, узел на подшипниках. Узел на подшипниках это ну такое достаточно геморройное мероприятие, но я его победил. Я подобрал два подшипника из эпицентра, там по 32 гривны какие-то с наружным диаметром или 38, или 42, что-то такое. Вот они, я короче мерил, какие из подшипников хорошо садятся на 12-ю очку. Это обычная резьбовая шпилька 12-ка, на нее сели хорошо подшипники. Подобрал стальную трубу, но разбирать узел я показывать не буду. Давайте так, на словах объясню. Подобрано кусочек трубы стальной нужного диаметра, она разрезана вдоль. Подшипники под натягом, собранные уже на оську, в нее зашли, приварено два уголка к этой трубе, и вот на двух восьмерках, на двух болтах этот весь пакет стянут. имеем небольшой ход, ход мы имеем какой угодно, но нам нужен угол, ну пусть это будет 40 градусов ход, даже 50, но он на подшипниках, он избавлен от любых боковых люфтов, от всего-всего-всего. Потому что, когда такой станок делается на дверной петле, петле или еще какой-нибудь херне, то возникает вопрос, нахуй нужен этот станок высокоточный отрезной, если он сделан на дверной петле, которая люфтит, шатается и болтается. Возвратные пружины это тоже посмотрел одного из авторов, он применял две пружины от сцепления, педали сцепления автомобиля КамАЗ на пром.юэй эти пружины рубль ведро, если быть точным, по 22 гривны за штучку я купил на пром.юэй. С местом зацепки пружин я угадывал дважды, вот одна в одно отверстие, вот второе, со второго раза угадал, потому что первый раз, когда сделал, пружины не до конца поднимали болгарку, то есть она такая в полувзвешенном состоянии вот так висела. Меня это не устроило, я доварил вот здесь еще два фрагмента металла из полосы, чтобы поднять стойку выше и сделал вот этот зацеп не за эту оську, а выше. Соответственно, угол хода изменился и напряжение на пружинах увеличилось. Так, давайте перейдем вот этому удлинителю. Удлинитель на самом деле очень удобная штука, много рассказывать не буду. У автора я уже упоминал, что у меня есть плейлист на канале, найдете его отрезной станок. Первый и второй ролик. У них, у обоих сделана эта система, мне она очень понравилась. 20-я труба шикарно ходит в 25-й трубе, стенка 2. На нее сделаны вот такие два блока модуля расширения. На одном стоит вот этот дополнительный упорный угол, а второй подвижный вот на всю длину, сколько вот эти трубки сделать. В моем варианте это по метр десять эти трубки. Их можно хоть и два метра сделать. Это сделано для того, чтобы скажем так, для копирования. Если нужно сделать одинаковых там, какое-то число деталей, допустим, мы делаем лестницу, и нам нужны какие-то там кусочки треугольника определенной длины. Их надо 20 штук или 25 штук. Значит, выставляем на нужный размер от пильного диска до этого упора. Нужное расстояние выставляем методом двигания и самих труб в пазах, и этой штуки по трубам. И нарезаем уголок на нужный размер. Скажем так, не часто надо, но если надо, то очень удобно. Если не пользуетесь этим, ради бога, зажимные барашки все поотпускали. Вот так. Давайте эту зажму. Зажимные барашки все отпустили в систему. Вытащили. Поставили ее куда-нибудь в кладовку, чтобы не мешало, и пользуемся голым отрезным станком. С болгаркой долго заморачиваться не стал. Купил Макиту. Модель неважно какая, в моем варианте это 90. Макита ГА 9020S. У меня была основная задача, чтобы это было надежное устройство и максимальный отрезной пильный диск. Потому что делать такой станок для 125-й болгарки это абсурд. Врезать карандаши или какие-то металлические детальки размером до 10 миллиметров, то ну его нафиг. Чем больше пильный диск, тем большую деталь можем отрезать. Учитывая, что диск изнашивается, а редуктор стоит на месте, который ограничивает ход пильного диска, то мы будем в каком-то из положений получать обмылок диска, который еще достаточно долго можно использовать на ручной болгарке, но не на отрезном станке. Поэтому для отрезного станка была куплена болгарка под 230-й диск. Да, 230-й диск. Давайте два слова скажу по креплению болгарки. Значит, для крепления болгарки я взял трубу 40 на 20, вот в этом месте она сложена вдвое, вот эти боковые добавки одинарные. Ну, естественно, что все это надо выварить под прямым углом, как сварить это под прямым углом я рассказывать не буду, те, кто способны сделать такой станок понимают, что есть определенные приспособления и способы, потому что сваркой сделать это достаточно трудно. Один интересный момент я обнаружил для крепления болгарки. Мы используем штатные отверстия на болгарке резьбовые под 14-ю резьбу, здесь болты из эпицентра 14-я, этот один, там навстречу сзади второй болт и этот третий. Вот этот болт, он, отверстие под этот болт, оно находится не на одной линии с, если провести осевую от этого болта до заднего, то этот болт находится на 6 миллиметров выше. Что нам это дает? Это дает способность регулировать этим болтом угол наклона, то есть когда мы зафиксировали, выставили здесь прямой угол, вот этот болт требует вот здесь подкладочку, я сделал из стандартных подкладок на 14, ну обычных под гайку 14, и несколько листиков жести 0.5 или 0.3 я уже не помню, до нужного количества, чтобы выбрать всю эту пустоту. Вот этот болт очень важен, его положение и отверстие. Я после того, как все точно разметил, просверлил отверстия все, при установке болгарки мне пришлось это отверстие обработать расширить по высоте это отверстие до нужного момента, чтобы позволяло диск зажать перпендикулярно. Вот сейчас я могу показать, насколько он перпендикулярен. Смотрите, я ставлю прямой угол диск, диск болгарки двигается вдоль прямого угольника без зазора, плотненько прилегает к угольнику. Вот это очень важно, потому что диск будет стоять криво, соответственно он будет криво пилить. А криво можно отпилить и руками без станка. Ну пожалуй наверное все, что я хотел сказать. Да, еще один момент, на этой болгарке, на этой модели нет фиксации кнопки, фиксации кнопки нет, я затянул ее обычным стяжкой. В перспективе купить, есть кнопки продаются для этой болгарки, дополнительные кнопки, ее родная макитовская кнопочка с фиксацией, она стоит там какую-то фигню, гривен 200-300 по-моему. Вот, я смотрел в интернете они есть, я ее куплю и скорее всего заменю эту родную кнопку, заменю ее макитовской, но с фиксацией, чтобы не было вот этого колхозива на затяжках. Затяжку поставил, когда делал первый рез. Первый рез вы увидите, я его поставлю в самом начале ролика. Еще один момент вспомнил, это установка станка, сами ножки. для ножек я в углах вварил гайки удлиненные на 10, это болт на 10, 70 миллиметров длиной, 4 болта и гаечка. Вот, болт и гайка упорная для фиксации. Значит, вкручиваем болты так, чтобы станок стоял параллельно, ровно, устойчиво на 4 ножках и этими гайками фиксируем люфт, чтобы, ну, чтобы зажать полностью эти болты. Барашки сделал из, вот эти барашки зажимные для фиксации расширителя, сделаны из резьбовой шпильки на 8. Значит, кусочек шпильки на 8, покупная барашка на 8, вот такая обычная и поджатая. Сначала я пробовал их приваривать, получается, сразу тогда я взял просто вот саму барашку поджал, зафиксировал гайкой. Достаточно эстетически красиво и удобно. Капелька машинного масла на резьбу, потому что эти болтики должны двигаться легко. К трубке приварена гайка на 8, так, обчищена, заварена, в общем, чтобы было красиво. наверное и все, я не знаю, что еще по нему рассказывать. Будут вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием всем отвечу, потому что сам прошел достаточно длинный путь, это просмотр, многочасовые просмотры видеороликов, выписывание грамотных каких-то узлов, решение идей, а потом объединение это всю кучу и реализация на своем станке. Вертолеты полицейские летают. Зажимное устройство. Зажимное устройство я ничего нового не придумывал, сделал как у автора того ролика, который мне понравился. Такое устройство сделано на многих станках. Сама прижимная губка сделана из угла, из 50-го угла к нему приварена пластина дополнительная, внутри стоит удлиненная гайка на 8, болт на 8 сверху, болт на 8 снизу. Длина болтов подобрана так, чтобы болт в болт уперся и не было туго зажата поворотная губка, чтобы она имела степень свободы. Здесь удлиненная гайка на 10 шпилька резьбовая вот эта на 12 в конце шпилька вот в этой части проточена до 10 до размера 10, чтобы она легко заходила в эту гайку. В этой гайке резьба убрана, то есть сверлением сквозным. Эта гайка приварена к той гайке на 8 под прямым углом, просверлено два отверстия, закручены гужоны на 5 и в этой резьбовой шпильке сделан паз под эти гужоны. То есть гужоны заходят в паз, когда мы шпильку крутим на выкручивание, эти гужоны за паз цепляются и пододвигают этот весь механизм назад. Когда мы крутим на зажатие, вот эти две гайки на 12 между собой застопоренные через свободную шайбу вращения упираются в гайку, вот эту удлиненную гайку на 10 и весь этот механизм двигается вперед, зажимая деталь в нужном месте. Вот упор, допустим, там какой-то хлам поставили, крутим до нужного положения и зажимаем. Если это не под прямым углом, под каким-то другим, эта губка доворачивается до нужного положения и зажимает. Резьбовая часть сделана из кусочка полосы полоса на 50 толщина полки 4, два сверления насквозь, болты М8, снизу шайба-гайка, сюда приварена удлиненная гайка на 12 с ее родной резьбой, это резьбовая шпилька на 12, механизм вращения сделан из 30-й полосы, кусочек подобрал комфортной длины, здесь для ручки тоже кусочек резьбовой шпильки на 8, навстречу закручен такой, тоже удлиненная гайка на 8, чтобы была возможность вот так пальцем упереться в конце, дожать, если надо, ну или вот так, или вот таким хватом, полным хватом вот так рукой дожать, или упереться пальцем вот так и дожать, если надо, ну в общем, вот это и все. Два слова скажу о покраске станка. Купил зебру, зебра серия кольчуга, это молотковая эмаль, темная такая, скажем, почти черная, с молотковым эффектом, смотрится очень красиво, но после покраски, скажу честно, чем я остался недоволен, не, сама краска легла классно, она такая, на ощупь, как пленка, обтянутый, такой очень красивый девайс получился, но, что стало неудобно, значит, все вот эти вот трущиеся места, где металл по металлу скользит, скажем, вот прижимной узел по этим полозьям, сама упорная планка, когда ее руками двигаешь, она немножко залипает, то есть краска по краске получается двигается не очень хорошо, голый металл по голому металлу двигался классно, вот, ну краска немножко тормозит этот процесс, скажем, стало красиво, но не очень практично, поэтому вам самим решать, красить, не красить, или пользоваться станком ржавым, решайте сами, вот такой есть момент, я решил его дополнительно озвучить, потому что он имеет место, в том числе, 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 спасибо всем за внимание заходите на наш канал мы будем с вами делиться полезным интересным друзья до новых встреч